Итоги социально-экономического развития подвели и в Ядринском районе. В центре внимания агропромышленный комплекс. В хозяйствах произвели больше мяса и молока. Недавно в муниципалитете начали строительство нового коровника на 500 голов. О других позитивных тенденциях развития Ядрина сюжет Дмитрия Ковалева. В последние годы на модернизацию районной больницы было направлено сотни миллионов рублей. Недавняя покупка прибор для изучения состава крови. Современным аппаратным комплексом оборудованный операционный блок. Сейчас муниципальная клиника ничем не уступает Чебоксарским. В прошлом году здесь отремонтировали кровлю, а в ближайшее время планируют обновить и фасад больницы. В прошлом году получили 26 миллионов средств, что тоже пошло на улучшение материально-технической базы. Нам очень повезло, что мы попали в дорожную программу. По этой федеральной программе наше отделение оснастили самым современным оборудованием. Это дыхательная аппаратура. У нас в отделении есть практически все для оказания квалифицированной специализированной помощи. Сейчас больница обслуживает не только муниципалитет. Сюда доставляют и пациентов, которые пострадали в ДТП на федеральной трассе. Налажена связь с чебоксарскими медиками. В особых случаях в Ядрин они прилетают уже через 40 минут. Это один из таких. На мониторе снимок головного мозга пациента, который сюда поступил две недели назад. Травма оказалась серьезной. Операцию тогда провели столичные специалисты. Оперативно прислали. В ту же минуту она до них дошла. Сделали к ним звонок. Сообщили данные на пациента. И они приняли решение. Срочно приехать. Принести оперативное вмешательство. Все. И буквально видите, уже на следующий день. На следующий день, который мы с ними сделали. Все замечательно. В больнице делают ставку на омоложение кадров. Необходимо принять еще семерых специалистов. Причем двум семьям в городе готовы предоставить и бесплатное жилье. Квартиры для врачей строят в этом доме. Сюда же переселят те, кто сейчас проживает в бараках. Новоселье они сыграют уже этой весной. Вот эта квартира у нас создается по ветхоаварийному жилью. Для жильцов у нас газовая плита. Представляется газовый котел, индивидуальное отопление. Мойка. Вот. Все как бы здесь оборудовано. Также саму плывет. Все прям, все сдается в готовом состоянии. Стоимость на сегодняшний день в районе 29 тысяч за квадрат. В этом году в городе сдадут еще два новых дома. Второй этап программы переселения из аварийного и ветхого жилья планируют завершить уже к августу. В Ядрине до лета намерены построить еще 15 квартир. И еще останется у нас на третий этап. Это получается 15-17 года 4 квартирных дома. Это там порядка тысячи квадратных метров. Проблемы с очередями в детские сады в муниципалитете были решены в конце прошлого года. В декабре в Ядрине открыли новый садик. Сейчас его посещают более 150 ребят. Каждый день для них проводят уроки физкультуры, музыки и обучают грамоте. Воспитанники уже привыкли к гостям. Сюда они приходят часто, но в этот раз все внимание приковано к нашему оператору и его камере. Демографическая обстановка в Ядрине улучшается, заметно увеличивается рождаемость. Власти не исключают, что в городе придется строить еще один детский сад. А ближайшие годы в Ядрине планируют реконструировать и это здание. Здесь расположена первая городская школа. Оно было возведено еще в 50-е годы и уже давно требует капитального ремонта. Проект уже разрабатывается. Но в планах этого года модернизация спортивных залов. Прошлым летом они были отремонтированы в трех учебных заведениях района. Медриковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.